Порошенко проводит очень хорошую классическую избирательную кампанию. Он все делает то, что надо делать по учебнику. Единственное, что он не может сделать, ему не дают фальсифицировать выборы. Потому что, в принципе, есть такая информация, что была подготовка, создание так называемых сеток, которые должны были набрасываться на участки, проплачиваться должны. Но дело в том, что министр внутренних дел стал над схваткой. И прямо будем говорить, это над схваткой, это против Порошенко в основном, потому что у Зеленского нет таких возможностей фальсифицировать и так далее. И в этом плане ничего не может получиться. Это тоже, кстати, сыграло большую роль, что выборы честные, справедливые. Поэтому я сейчас не вижу. А необычность Зеленского, если бы это было в Молдове, он, как Тимофтья, немая утка. Он практически не участвует в встречах с избирателями. Он не участвует в дискуссиях на телевидении. Он не ходит на телевидении. Он выпускает ролики небольшие. Выезжает с концертами, у него есть туры. Ну да, это уже закончилось, он сделал тур. Но он как бы символизирует обновление, новое лицо. От Порошенко немножко устали. То, с чем Порошенко шел, что он думал, что сыграет значительную роль, армия Вира и третья... Сейчас, секундочку. Армия Вира-Язык, Мова, оно не сыграло. Потому что, ну да, армия, армия, но были два крупных поражения, в которых частично винят и Порошенко. Там Дебальцево и Иловайск. Что касается веры, то тут тоже, да, дали Томас этот, но не дали патриарха, митрополит. Вышли из-под влияния московского патриархата, но попали под влияние константинопольского патриархата. То есть не получили полную самостийность. Это раз. Во-вторых, верующие люди не хотят политизировать этот процесс. А Порошенко поехал с этим Томасом везде, вот я вам привез самостийность церкви и так далее. И третье, вот то, что связано с этим моментом, не наблюдается массового перехода с русской православной церкви в украинскую православную церковь. Ожидалось, что начнется массовый переход, а вот как-то это не получилось. И не получилось, на мой взгляд, потому что уж очень политизировал Порошенко этот процесс. Что касается языка, в Украине развивается украинский язык и особо там... А наоборот, это рассматривается как попытка выдавить русский язык, что очень многих в Украине, в том числе украинцев, не устраивает. Потому что многие привыкли к русскому языку, и они не считают... Да, на государственном уровне, в системе государства, единственный государственный язык, это они поддерживают. Но выдавливать из всех сфер, они считают, что это ошибка. И вот эти идеологические настройки, на которых очень надеялся Порошенко, они тоже не сыграли. Поэтому вот все это... Я не говорю, что 100% побеждает Зеленский, но дает им очень большие шансы на победу. Продолжение следует...